В доме на Мичурино, 48, три года назад ремонтировали крышу в рамках текущего ремонта. Однако в одной из квартир на последнем этаже до сих пор протекает потолок. Собственник квартиры и старший по подъезду пришли на прием к главе города, чтобы рассказать о проблеме и попросить вместо текущего ремонта сделать капитальный. Я так думаю, что это, скорее всего, не поставили на кухне вентиляции. Надо было поставить металлические отлива и залить их бетоном, так, чтобы под металлические отлива вода не попала. По всей вероятности, она вот попадает туда и по трубе идет вниз. Проходит над туалетом, ванна-туалет, вся сырая, крошится, а я его сосед. У меня 52-я, у него 53-я. Так что он хоть что идет ко мне, мы с ним советуемся. Глава Октябрьского района Сергей Радько пояснил, что сотрудники управляющей компании выезжали на место, провели дополнительный осмотр кровли и установили причину протечки. Ее обещали устранить. Мы тоже возьмем на контроль. С 25-го числа августа они выйти обещали с работами. Они нашли подрядчика, а может быть, Елена Владимировна, как предложение сейчас нам встретиться вместе с управляющей компанией, появившийся подрядчик вместе с Сергеем Павловичем, Виктором Ивановичем, и посмотреть тех заданий, что они планируют делать. Это обязательно нам сделать. Капитальный ремонт крыши дома запланирован на период с 2037 по 1939 год. Перенести его на более ранний срок можно при нескольких условиях. Первое – решение комиссии о проведении капремонта, поскольку состояние инженерных коммуникаций оценивается как недопустимое. И второе – собираемость взносов на капремонт. Сейчас она составляет 93%. Еще один вопрос – благоустройство и уборка прилегающей ко двору территории. Мы даже самостоятельно, это надо нанимать трактора, надо вывозить мусор оттуда. Там столько мусора. Откуда мусор? От гаражей осталось? От гаражей осталось. От гаражей осталось. Деревья валят, все туда. По поводу мусора. Глава района обещает мусор вывезти. По поводу благоустройства прилегающей территории, сделать там парковочный карман, либо какое-то благоустройство, озеленение. Вот здесь все в ваших руках. Району нужно от вас протокол собрания жильцов, какие решения вы принимаете, да, ну и, соответственно, определенные документы для участия в программе по финансированию. Будет это КГС, будет это содействие, будет это твой конструктор двора или еще какие-то, все зависит от вас. Вам районы объяснят. Ну а уж мусор надо вывезти. Да, и управляющая компания скажет, чтобы деревья попилили, чтобы мусор не сваливали туда. Обратилась к главе города и жительнице Кировского района многодетная мама Татьяна Тарасенко попросила помочь с выделением семье земельного участка. Ранее она уже отказывалась от земли, но теперь решила заняться фермерством. Я хочу развивать животноводство, потому что у нас семья большая. По закону многодетным могут выделить землю под строительство жилья, либо для садово-дачного хозяйства. Однако затем собственник территории вправе сменить категорию пользования и оформить землю под фермерское хозяйство. Вы должны встать в очередь. Я встану. Да, вы встаете в очередь. Тогда будем рассматривать те земельные участки, которые будут предлагаться. Вы со своими идеями, значит, надо будет правильно написать заявление. В связи с утверждением акта об отсутствии в Самаре свободной территории, необходимой для формирования участков, многодетным семьям выдают землю в смежных с городом районах – Волжском и Красноярском. Также семьям с тремя и более детьми вместо земельного участка однократно с письменного согласия могут предоставить социальную выплату. Она дается в порядке и размере, установленном правительством региона. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.